Всем привет! Лодочный мотор Suzuki 9915 двухтактный 1993 года и интересная проблема отсутствия охлаждения. Мотор приехал к нам и нам по этой причине нет охлаждения, мы его запустили. Контрольная струя воды работает, но под небольшим давлением. Отсюда, как положено, вода брызгает, но на холостых мотор начинает перегреваться. Сначала мы подумали, что заклинил термостат. Открутили эту крышечку, но термостата там вообще нет. То есть контролька у него работает, но мотор перегревается. Это значит, что не хватает давления помпы. До верха вода не поднимается. Видео, как мы его запускали, мы не записали. Сняли редуктор. Владелец сказал, что менял уже пластину, крыльчатку, но ничего не помогает. Даже пытался здесь ставить свою уплотнительную резинку, чтобы как-то усовершенствовать систему охлаждения. Здесь есть специальное отверстие и он пытался его закрыть, но ничего этого делать не нужно. Вот новая пластина, новая крыльчатка и сняв пластину мы обнаруживаем следующее. Алюминиевая пластина основания помпы, на которой сидит водяная помпа, здесь треснула. Скорее всего из-за коррозии. И через эту трещину выхлопные газы, которые идут прямо сюда, они поступали в систему охлаждения. Выхлопные газы поступали в водяную помпу и снижали давление воды. На холостых мотор перегревался, может быть на ходу перегревался. Мы заказали эту деталь, она выглядит вот так, но продается к сожалению без трубки. Трубку придется снимать отсюда. Иногда эта трубка ломается при снятии, приходится ее тоже заказывать отдельно. При снятии пластины она сломалась на две половинки. Здесь сальник. Для ее снятия не требуется вынимать вертикальный вал. Под ней находится стопорное кольцо. Эта пластина снимается перед тем, как вынуть вертикальный вал. Но на других моторах возможно придется сначала открутить гайку пиньона, снять вертикальный вал. Это нужно знать конструкцию редуктора, чтобы не сломать пластину. Конкретно в этом моторе пластина снимается без разборки всего редуктора. Отсюда мы переставим эту трубку. Она вроде как целая. Если на ней будут трещины, то трубку придется заменить, потому что опять же в трубку будут поступать выхлопные газы. Она вот здесь находится под воздействием выхлопа. Можно увидеть состояние подшипника. Подшипник вроде как хороший. Далее разбирать ничего не будем. Сразу ставим пластину. Она продается сразу с новым сальником. Только вот здесь еще необходимо установить прокладку. Сейчас мы будем ставить редуктор. Но нужно еще обращать внимание на трубку охлаждения, которая заходит в помпу, чтобы трубка была целая, не мятая, без трещин. Иначе тоже будут проблемы с охлаждением. То есть причину нужно искать снизу вверх. Начать с редуктора и далее уже разбираться. Может быть это проблема в этой трубке. Может быть это передавливание газами через крышку выхлопа. Причин достаточно много. Запустили моторчик. Так он работает как-то немного нестабильно. Но охлаждение работает. Контрольная струя стала мощнее. При первом запуске она была совсем слабенькая. И вот здесь уже нет перегрева. Если бы был термостат, то струя была бы еще мощнее. Можно открутить крышку термостата и посмотреть, поднимается ли вода до верха или нет. Выходят выхлопные газы. Все нормально, так и должно быть. И поднимается вода. Вот такое давление воды, совсем небольшое. Должно быть у мотора Suzuki 9915. У двухтактного. Ну и все. Проблема решена. Лодочный мотор готов. Отдаем владельцу. Если вам понравилось видео, можете поставить лайк. Для того, чтобы с вами связаться, перейдите в раздел о канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok